Друзья, наше грандиозное путешествие с юга на север Вьетнама продолжается. В прошлом выпуске мы побывали в чудесном городе-музее Хуэн и проехали по красивому побережью. А дальше мы посетили город Дананг, проедем через перевал Хайван. Друзья, всем снова привет! Мы в Дананге, у нас такое активное путешествие. Мы проезжаем очень много городов. Сейчас мы приехали на пляж, я просто вам хочу показать главная отличительная особенность Дананга. Каждый вечер здесь весь народ, именно народ, который здесь живет, едет на пляж. Все взрослые, дети, бабушки, дедушки, они все на пляже. Посмотрите, сколько здесь людей. Это просто вообще капец. Огромное количество. И здесь в Дананге обязательно очень много спасателей. Мы когда здесь жили в этом городе, Артем играл какие-то турниры, когда заходишь в воду, там натянута сетка и обязательно плавают спасатели на лодках и не разрешают никому заплывать за сетку. Всех сразу возвращают обратно. Дананг – это крупный город во Вьетнаме, расположенный на побережье Южно-Китайского моря. Он является одним из пяти крупнейших городов страны и важным экономическим, культурным и туристическим центром. Дананг – это жемчужина Вьетнама, город, где море встречается с горами, а древние легенды переплетаются с современностью. Но особое волшебство Дананга раскрывается ночью, когда мозг дракона оживает, извергая пламя и воду, озаряя небо и создавая незабываемое зрелище. Этот город полон удивительных контрастов. От спокойствия и умиротворенности пагодой Линь Унг с ее величественной статуей Леди Будда до ярких огней и шума современных улиц. Дананг находится примерно в центре Вьетнама, между Хануэм на севере и Хошимином на юге. Город славится своим тропическим климатом с жарким летом и мягкой зимой. В сезон дождей, который длится с сентября по декабрь, возможны сильные тайфоны. Дананг имеет богатую историю, начиная с древних времен, когда на этой территории располагалось королевство Чампа. В период французской колонизации город стал важным портом. Во время войны во Вьетнаме Дананг был одним из главных военных баз США. На 2024 год население Дананга составляет около 1,3 млн человек. Город является одним из крупнейших во Вьетнаме и продолжает расти благодаря своей экономике и статусу туристического центра. Заранее отель в городе мы не бронировали, как всегда проехались и посмотрели несколько вариантов. Так как часто бывает, что картинка в интернете не соответствует действительности. И я, например, просто не переношу, когда в гостинице слишком активные запахи. Либо от душек, либо какой-то еды и сигарет. И, на мой взгляд, мы остановились в одном очень атмосферном отеле, который называется Индокитай. И этот отель просто как настоящий музей. В нем собраны такие раритетные вещи. Хозяин оказался ярым коллекционером. Такой стильный, конечно, отельчик. Классный. Проектор. Тема, посмотри, здесь проектор. Кино, смотри. Прикольный стиль, да? Вообще классный. Такой ретро. Стиль ретро. Да? Классный. Я такого не видела. Еще как нельзя. Смотри, это старый фотоаппарат. Очень красиво. Своим дизайн просто выглядит шикарно. Гостиница вообще меня поразила, если честно. Дизайн только. Вот такой номер у нас. Симпатично. И, как всегда, стеклянный туалет. Ну, там есть жалюзи, которые опускаются и закрываются. Это сейчас такая новая мода во Вьетнаме. Со стеклянным туалетом. Ну, и здесь окно, балкон. Приветики. Так, типичный вьетнамский пейзаж городской. Застройка сумасшедшая. Кстати, именно в Донанге всегда мне не нравилось, что застройка как будто такая идет стихийная. Вот с нашего балкона в гостинице видно вот мост дракона. Дома прилеплены просто друг к другу, как видите. Ну, это чисто вьетнамский стиль. Так, друзья, мы пришли на завтрак. Вообще, конечно. Это гостиница, я не знаю, музей. Музей. Здесь вот, где все это стоит для завтрака, фурше. Но сама обстановка. Старые фотоаппараты, часы. Уже как это красиво. Вот довольно много людей завтракает. Гостиница полная. Но я просто обалдеваю от этого интерьера. Здесь вот на каждом углу это раритет просто. Старые магнитолы, патефон, теленисор старый. Класс. Лучше, чем в любом музее. Такой завтрак. Куча всего. Но, если честно, меня даже сейчас еда не так интересует. Я хочу просто снять вот эту красоту. Дананг ежегодно принимает миллионы туристов со всего мира. Например, в 2023 году город принял около 5-6 миллионов международных туристов. И около 10 миллионов внутренних туристов. Это очень большое количество людей. Основные страны, из которых приезжают туристы, это Южная Корея. Здесь даже есть целые кварталы, где живут фактически одни корейцы. Магазины корейские, гостиницы корейские. Много приезжают туристов из Японии и чуть поменьше из Европы. Дананг стал во многом похож на Хошимин. Меня в какой-то мере это даже напрягает. Такой же шумный и многолюдный. Мы, прожив несколько лет в Хошимине, с удовольствием перебрались в наш спокойный небольшой городок. Но, конечно, в Дананге по сравнению с Хошимином есть большой плюс. И это море. Конечно, это делает его привлекательным для проживания. По рейтингу город для жизни среди вьетнамцев занимает лидирующие позиции. Друзья, посмотрите, какая вообще прелесть. Старый мопед Хонда. Вообще, нам сказали, что здесь хозяин именно занимается вот таким вот собирательством. То есть он сделал из своей гостиницы настоящий музей. Вообще, здесь столько разных вещей. Вот здесь швейные машинки, которые 1800 какого-то 60-го года. Мини-машинки. Вот здесь на завтрак еще подают такие традиционные вьетнамские штучки. Это рис, приготовленный на пару в листиках. Вот такая штука. Ну, я такое не ем, муж любит. Интерьер гостиницы, конечно, просто уникальный. Я просто в восторге. Не садится. Please don't sit here. Не выдержит старенькое стекло. Дананг известен своими пляжами, славящимися своим белым песком, чистыми водами и живописными видами. Они идеально подходят как для спокойного отдыха, так и для активного времяпровождения. Благодаря своему мягкому климату и развитой инфраструктуре, пляжи Дананга стали популярным местом для туристов со всего мира. Здесь просто огромный пляж. Просто огромный. Такая огромная площадь. Построили много домов. Я помню, в Дананг еще не было столько высоких домов. Особенно славится пляж Микхе. Он самый известный и посещаемый пляж Дананга. Его часто называют одним из лучших пляжей Азии. Благодаря мягкому белому песку и кристально чистой воде. Кстати, сами вьетнамцы раскручивают этот пляж и говорят, что он вообще самый лучший пляж в мире. Он простирается на 9 километров. И здесь есть самые разные развлечения. Это и серфинг, и купание с аквалангом, другие виды спорта, летают с парашютами. В общем, на этом пляже можно найти все развлечения. И, конечно, здесь есть и рестораны, и кафе, и отели рядом, что делает его идеальным местом для отдыха. Дананг – город с богатой историей и множеством легенд, которые передаются из поколения в поколение. Есть такая легенда о драконе и реке Хан. Согласно этой легенде, река Хан, протекающая через Дананг, была создана могучим драконом. Давным-давно дракон пролетел над этими землями и, устав, решил отдохнуть. Лег он так, что его тело образовало извилистую реку. Позже жители назвали ее Хан, что означает «закрытая». Дракон был символом силы и защиты, и до сих пор в городе существуют различные памятники и символы, связанные с драконом. Это также связано с мостом дракона, который был открыт в 2013 году. Мост выполнен в виде дракона, который по ночам светится и по выходным изрыгает огонь и воду. Он стал одним из символов современного Дананга. Конечно, это зрелище привлекает огромное множество туристов и местных жителей. И во время, когда происходит вот это извержение огня, по этому мосту фактически нереально проехать, потому что настолько много там находится людей. И вообще Дананг известен своими уникальными и красивыми мостами. И также эти мосты опутаны легендами почти все. Эти мосты соединяют различные части города и стали знаковыми достопримечательностями. Также есть мост, который называется «Золотая рука». Хотя этот мост находится не в самом Дананге, а в горном курорте Баннахиллс, недалеко от города, он стал одним из главных символов региона. «Золотая рука» – это пешеходный мост, поддерживаемый двумя гигантскими каменными руками, которые как будто поднимаются из земли, чтобы удерживать мост. Он открыт в 2018 году и сразу же стал мировой сенсацией, благодаря своей необычной архитектуре и потрясающим видам на горы и долины. И, конечно, все хотят приехать на этот мост, чтобы на нем сфотографироваться. Также одна из самых известных и почитаемых достопримечательностей Дананга является Леди Будда, также известная как Гуан-Инь или богиня милосердия. Она расположена в пагоде Линь-Унг на полуострове Сун-Ча, который также известен как обезьяний остров. Высота статуи 67 метров. Это самая высокая статуя Гуан-Инь во Вьетнаме и одна из самых высоких в мире. Статуя возвышается на холме, так что ее можно увидеть практически из любой точки города. Леди Будда стоит на цветке лотоса, символизирующем чистоту и духовное просветление. Внутри статуи находится 17 этажей, каждый из которых посвящен различным аспектам буддизма. На каждом этаже находится 21 статуя Будды в разных позах и выражениях. Леди Будда считается защитницей моряков и рыболовов. И статуя была воздвинута для защиты Дананга от бурь и других бедствий. Местные жители и туристы часто приходят сюда, чтобы помолиться за благополучие и защиту. И, кстати, говорят, именно после того, как была построена эта статуя Леди Будды, в Дананге перестали быть такие очень сильные разрушительные бури. И сейчас люди очень сильно верят в то, что именно эта статуя защищает город Дананг от бурь. Друзья, мы подъехали вот к такому пляжу. Это еще один пляж в Дананге. Но этот пляж получается непопулярный в Дананге, потому что он считается здесь грязным. Говорят, что здесь сбрасывают сточные воды гостиницы и всякие там предприятия. Не знаю, но вот я вижу, кто-то там плавает, рыбак какой-то есть. И мы уже сегодня покидаем Дананг и едем дальше. Дальше мы будем ехать через самый известный перевал Хайван. Это будут, конечно, потрясающие виды. Ну, а что я могу сказать про Дананг? Дананг, конечно, изменился очень сильно. Он стал просто огромным городом. Здесь так много людей. Сейчас в Дананге живет около двух миллионов человек. Он фактически получается как Хошимин, но только здесь еще есть океан и есть отдых. Потому что здесь невероятное количество людей, плюс невероятное количество отдыхающих, очень много туристов. Но туристов, я могу сказать, здесь меньше европейцев, но очень много. Сами вьетнамцы здесь отдыхают в этом городе. Очень много корейцев приезжают в этот город. Можно сказать, даже есть целые кварталы, где живут корейцы. Гостиницы корейские, корейские супермаркеты. В общем, очень интересно. И дальше наш путь идет через перевал Хайван, что буквально в переводе с вьетнамского означает перевал Облачного океана. Он является естественной границей между севером и югом Вьетнама. В древние времена перевал служил естественной границей между различными государствами, такими как королевство Чампа на юге и империя Дайвьет на севере. В течение веков перевал Хайван имел большое значение для обороны. Китайцы, французские колонизаторы и американские войска во время войны во Вьетнаме использовали его как стратегический пункт. Вьетнамцы верят, что перевал Хайван является местом, где встречается небо и земля, что делает его священным. Перевал часто окутан густыми облаками, создавая таинственную атмосферу. Местные легенды говорят о духах, которые охраняют перевал, и о древних битвах, которые произошли здесь между небесными и земными силами. Так есть очень известная легенда о драконе и тигре. Согласно этой легенде, перевал Хайван стал пулем битвы между могущественным драконом и свирепым тигром. Дракон символизировал силу и благородство, а тигр – дикость и агрессию. После долгой борьбы дракон взлетел в небо, а тигр спустился в джунгли. Этот миф символизирует борьбу между силами природы, которая отражает характер перевала – суровый, но величественный. Друзья, посмотрите, какая красотень! Мы поднялись на перевал, и отсюда открывается просто сумасшедший вид. Что происходит? Фитнамцы хотят остановиться в кафе. Машины сигналят. Ужас! Что творится? Посмотрите, мы остановились в таком придорожном кафе, потому что здесь красивый вид. Обалдеть! Вот отсюда виден весь город Дананг, как на ладони. Там мы оттуда поднимались, и потом нам еще дальше вот туда на гору подниматься. Итак, друзья, мы на перевале! Дорога, конечно, очень красивая, да, Артем? Да, классно! А такой вид сумасшедший! Сложно ехать? Нет, нормально. Нормально, да. Не очень плохо. Надо сходить. Грузовиков нет? Грузовиков нет, да, потому что... Они не поднимутся. Этот перевал, раньше была дорога именно через этот перевал, а сейчас сделали туннель. И все машины, грузовики, автобусы обычно едут через туннель, который 11 километров длиной. А сюда в основном едут туристы за ощущениями, за красотой. Так что вот мы сегодня тоже здесь. В 2005 году был открыт туннель Хайван, который является самым длинным автомобильным туннелем в Юго-Восточной Азии. Туннель значительно сократил время в пути между Данангом и Хюэ и сделал поездку безопаснее. Однако многие путешественники все еще предпочитают старую дорогу через перевал. Из-за ее красоты. Сейчас перевал Хайван стал очень популярным туристическим маршрутом. С него открывается потрясающий вид на Южно-Китайское море, бухту Дананга и окружающие леса и горы. Этот маршрут часто включают в свои поездки как местные жители, так и иностранные туристы. Особенно мотоциклисты и велосипедисты. Друзья, будете здесь, в Дананге, обязательно не сидите дальше в Ханой, едьте через перевал. Красота. Народ отдыхает в кафешечке. А мы едем дальше. На перевале Хайван в 1826 году на самой вершине, по приказу вьетнамского императора Минь Манга, второго императора династии Нгуен, была построена крепость. Она была возведена с целью укрепления обороны страны. И чтобы контролировать передвижение по дороге и защитить регион от возможных атак, как со стороны моря, так и со стороны суши. Сегодня крепость на перевале Хайван является популярной туристической достопримечательностью. Она привлекает посетителей не только своими историческими аспектами и древностью, но и захватывающими видами на окружающие горы и море. И, кстати, сейчас эта крепость часто закрыта для посещения. Прямо на вершине построили высоковольтную вышку, и она угрожающе нависает над этой древней крепостью. И есть риск, что она просто упадет на нее. Не знаю, почему ее не перенесут, ведь есть риск потерять уникальный памятник архитектуры. Перевал Хайван окутан множеством легенд. Есть легенда о духе принцессы или о белой женщине. Она рассказывает о духе принцессы, которая обитает на перевале. Согласно преданию, давным-давно жила прекрасная принцесса, которая влюбилась в простого юношу. И их любовь была запрещена, и в отчаянии они решили сбежать и найти убежище в горах перевала Хайван. Однако во время побега их настигли солдаты, и они были разлучены навсегда. Принцесса погибла, но ее дух остался на перевале, ожидая возвращения своего возлюбленного. Местные жители верят, что туманы, которые окутывают перевал, это знак присутствия ее духа. А редкие случаи, когда перевал внезапно очищается от облаков, считаются моментами, когда ее дух находит покой. Среди местных жителей и водителей, которые ездят через перевал, ходит много разных слухов о том, что они видели женщину в белом на дороге. Также есть легенда о проклятии на перевале. Из-за своих крутых склонов и узких дорог он всегда был опасным местом для путешественников. Согласно старой легенде, перевал был проклят древним шаманом, чтобы никто не смог пересечь его без риска для жизни. Многие годы этот перевал был известен как место частых несчастных случаев и стихийных бедствий. Однако позже один отважный монах провел ритуал очищения, сняв проклятие и даровав перевалу безопасность. После этого он стал менее опасным, и дорога через него была улучшена. Однако старожилы все еще иногда говорят о том, что проклятие может вернуться, если люди начнут пренебрегать силами природы. Вот такие интересные места мы проехали. Надеюсь, мой во многом сегодня мистический и окутанный легендами влог вам понравился. Обязательно пишите комментарии. А в следующем выпуске мы посетим город вьетнамских императоров Хуэ.